В селе Тайгерменты Кеменского района состоялась церемония открытия Малой ГЭС в истории независимого Кыргызстана. Эта гидроэлектростанция является первой, построенной с нуля. На ее строительство было потрачено 215 миллионов сомов, из которых 144 миллиона выделил Российско-Кыргызский фонд развития. На открытие побывала Эльвира Сатабекова. Строительство Малой ГЭС началось в январе прошлого года. Установлено чешское оборудование с турбиной типа Пелтон. Такая турбина эксплуатируется с высокой эффективностью даже при малых расходах воды. А мощность выработки электроэнергии 3077 киловатт. Энергетика является самым приоритетным направлением. По энергетике мы сегодня работаем с энергохолдингом. Полностью рассчитываем, что за счет инвестиций, которые мы привлечем именно в энергетику, до 200 миллионов долларов. То есть это строительство, реконструкция действующих и строительство новых малых гидроэлектростанций. Как сообщил директор ГЭС НИАС Ирсалиев, за декабрь прошлого года в общегосударственную сеть было поставлено 446 640 киловатт-часов электроэнергии. А в этом году компания планирует на основании заключенного контракта с Североэлектро выработать и поставить в общегосударственную сеть 13,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Очень много плюсов. Во-первых, это экологичность, во-вторых, быстрое строительство и в-третьих, себестоимость затрат. И стоит отметить еще немаловажный фактор, что малые гидроэлектростанции строятся в основном в горных речках. То есть горные речки означают, это отдаленные регионы. Отдаленные регионы означают, что, например, в это село электроэнергию не нужно транспортировать из Токтугульской гидроэлектростанции. Малая ГЭС полностью автоматизирована. Все будет контролировать мозговой центр. На главном щите управления все как на ладони. Отследить можно весь процесс, а главное – вовремя предупредить о возможном ЧП. Построено по всем международным стандартам. Турбина заказана и поставлена из Германии. Генератор поставлен из Чехии по стандартам, соответствующим мировым требованиям и требованиям Евросоюза. Вот эта малая ГЭС построена с применением самых последних технологий в энергетике. Она сможет производить электричество даже при минимальном потоке воды. Для чем кеминцев это знаменательное событие, так как с момента начала работы ГЭС она сможет обеспечить электроэнергией все население этой долины. Эльвира Сатыбекова, Оскар Уланулу, Куштар Усманалиев, Общественный Первый канал.